Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь. Том 10. Вопрос 2348». Священник из Лос-Анджелеса в зарубежье, отец Александр Лебедев, призывает к соединению с московской патриархией без всяких условий. Не хотели бы ему ответить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наш батюшка, отец Нафанаил Судников, уже ответил ему «Я могу только сказать «Аминь»» и добавить места описания на эту отповедь. Телефон 2393-87. Отец Александр Лебедев, в течение того времени, когда церковь России была порабощена и находилась под почти полным контролем богоборческой советской власти, не имея возможности открыто говорить о настоящем положении, и даже в действительности умалчивая преследование церкви от рук коммунистических властей, безусловно, на русскую православную церковь за границей легла обязанность открыто высказываться, быть единственным свободным голосом русской церкви, неуклонно свидетельствуя о подвигах новомучеников и исповедников российских. Судников. Задачей РПЦЗ было не только свидетельствовать о подвигах новомучеников, о которых даже в действительности умалчивала Московская Патриархия, но главной задачей РПЦЗ было сохранение себя истинной православной церковью, чуждой всякой ереси и лжи. Лебедев. Сейчас обстановка в корне изменилась. Русская церковь свободна в своей деятельности, издается духовная литература, открываются семинарии, мужские и женские монастыри, строятся и реставрируются церкви, открываются церковные школы и так далее. Церковь теперь открыто говорит о тяжелых временах гонений от советской власти. Строятся большие храмы, посвященные новомученикам и исповедникам российским. Во всех храмах имеются их иконы и особенно иконы священномучеников, царственных, мучеников Николая II и его семьи. Судников. На главных руководящих должностях до сих пор остаются те, кто в свое время под страхом изгнания из церкви запрещали молиться и Иоанну Кронштадтскому, и патриарху Тихону, и тем более царственным мученикам, называя их антисоветчиками. И служба 25 октября, благодарственный молебен. Лебедев. Как можно говорить, что ничего не изменилось? Это не потемкинские деревни для одурачивания туристов, не просто золочение куполов. Это действительно религиозное возрождение огромной важности. И мы должны задаться вопросом, хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет. Судников. Священник путает духовное возрождение с возрождением церковной архитектуры и прочей церковной атрибутики. Очень замечательно, что люди начинают приходить к исповеди и к церковным таинствам. Но скажу то, чего, может быть, не знает отец Александр. Подавляющее число священников московской патриархии никогда не читало книгу правил. Очень часто они допускают к причастию людей, живущих в смертных грехах. Это не один или два случая. Это повсеместная практика. Лебедев. И мы должны задаться вопросом, хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет. Судников. Хотим мы этого или не хотим, РПЦЗ оказывало все эти годы огромное влияние на духовную жизнь в России. Даже если этого не хотят признавать некоторые. Одно то, что основной катехизаторской книгой в России стал закон Божий, протоиерея Серафима Слободского, по которому принимали даже вступительные экзамены в духовные семинарии, о многом говорит. Огромную роль сыграла принципиальная позиция русско-православной церкви за границей по отношению к экуменизму. Благодаря этому в широких церковных массах в МП отношение к этому резко отрицательное. И сейчас некоторые члены МП, услышав, что готовятся соединения с РПЦЗ, сукаризны замечают. Да как же вы с нашими соединяться будете? Они же насквозь экуменисты. Лебедев. Говорят, что мы должны, цитата, требовать покаяния со стороны духовенства. И мирян Московского Патриархата. Можно задать вопрос, где в Священном Писании или изречениях Господа нашего Иисуса Христа, или вообще в учении церкви говорится, что мы, христиане, имеем право требовать покаяния от кого бы то ни было, кроме самих себя, судников. Опять путается батюшка. Мы должны не требовать покаяния от кого бы то ни было. Мы должны просто твердо стоять на том, что евхаристическое общение возможно только в том случае, если наше вероисповедание, наше понимание Священного Писания, догматов и канонов в Церкви в основном одинаковое. Вот здесь и возникает главная проблема. Можно допустить, что отношение к канонам у отца Александра и у большинства епископата МП одинаково. Тогда ему надо просто вступить с ними в ухаристическое общение, перейти в их юрисдикцию. Но у большинства священников РПЦЗ понимание канонов в Церкви значительно разнится от понимания таковых духовенствам МП. Конечно, есть нарушения и в РПЦЗ, хотя и в меньших масштабах. Но в этом надо каяться и справляться, показывая пример в покаянии и взаимно раскаившись, соединяться, а не торопиться соединиться с теми, у кого преступлений еще больше. Далее отец Александр приводит две мысли. Перед подвигом патриарха Сергия преклонялись некоторые иерархи РПЦЗ и, оперируя некоторыми документами, пытается сказать, что РПЦЗ лишь часть русской церкви, читая московской патриархии. На это можно собрать гораздо больше высказываний о патриархии Сергии, как о предателе в церкви иерархами РПЦЗ и катакомбными епископами. Добавьте сюда и проблему экуменизма, которая возникла в 60-е годы. Или ересь уже не является причиной для законного отделения. Что же касается, цитата, «исторического курса РПЦЗ». Не встречаются ни в Писании, ни в канонах такие слова. Этот курс мог быть ошибочным позавчера, вчера, может быть ошибочным сегодня и завтра. А вот исторический курс Церкви Христовой быть ошибочным никак не может. И выражается он кратко. «Быть верным Христу, угождать не миру, в чьем бы то ни было лице, власти, иерархии, прихожан, общественного и церковного мнения, а угождать Богу. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2.10. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3.11. Лебедев В России наблюдается замечательное духовное возрождение, чему я сам свидетель судников. «Ой, батюшка, не были вы клириком московской патриархии, не рассылал вам епископ циркулярных писем с угрозами запрещения на бесплатное исполнение церковных требов, не участвовали вы в покупковских попойках, не грозил вам благочинные карами за бесплатное совершение таинства крещения». В том-то и беда, что сейчас состояние русско-православной церкви другое, инаковое, кое в чем оно может показать образец верности Христу и учению церкви. А после объединения вы не будете ничем отличаться для тех, по-настоящему ищущих и верующих прихожан, о которых вы пишете. В том-то и беда, что есть массы народа с живым религиозным чувством, но нет по-настоящему православного духовенства, способного сделать этих людей не просто религиозными, даже самоотверженными, а православно-религиозными, бескомпромиссно преданными Христу, любящими Бога и правду. «Большинство духовенства Московской Патриархии, к сожалению, учит, что можно и солгать для пользы дела, учит путям компромисса между Богом и миром». Лебедев Выбор прост. Хотите ли вы быть вместе с верующим русским народом и русской церковью? Или нет? С любовью и уважением ко всем, кто любит нашу церковь. Протеерей Александр Лебедев Судников Несмотря на недостатки РПЦЗ, все-таки есть разница с приходами МПА. Уж поверьте, нам известны сотни приходов и священников МПА. А для чего вы хотите соединиться? Вы из Калифорнии будете на службы в Россию летать? Или, молясь за патриарха Алексия, вы будете ближе к Богу и к русскому народу? Хотите быть ближе к русскому народу? Приезжайте в Россию, поселитесь здесь, начните проповедовать. Тогда вы будете ближе к русскому народу, подавляющее большинство которого, к сожалению, не знает и не хочет знать Бога истинного. Но, может, через вас хоть некоторые станут православными христианами. Хотите быть ближе к Богу? Соблюдайте строго каноны церкви, на своем приходе не имея никакого общения с ересью экуменизма и с грязной церковной политикой лжи и притворства во имя, цитата, спасения церкви. Вот тогда вокруг вас может начаться истинное духовное возрождение. А через евхаристическое общение с духовенством московской патриархии вы не станете ближе ни к Богу, ни к русскому народу. Евангелие Теана 7,51. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Может, уже поступил сигнал полюбить патриархию со всем ее, цитата, имуществом и опытом прелюбодейства с властями? Пророк Осия 3,1. Если речь идет о сохранении святыни, то нужно прислушаться к повелению Еговы, не торопиться. Сегодня переговоры идут не по писанию, а по политическим мотивам. А потому и нужно говорить просто о народе здешнем и заграничном, не притрагиваясь к церкви. Снять эти ризы, а говорить просто, как болтуны депутаты. А то, Бытие 27,22. Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы. Иезекииля 44,19. А когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. Мои помощники, воробышки заочные, молельщики сестричества и братства, без вас не литься рекам медовым и молочным, а так, чтобы и проспал у бочки с брашкой с квасом. Всех поименно вас не перечислить, бегущих и лежащих в интернатах, в больницах на стерильно чистом и с пятнами у божества богатых. Душой вы слышите, как мы устало дышим, подхватывайте посох из онемелых рук. Герои веры, вы ростом стали выше, и нимбом святости вас осеняет круг. Нигде и ничего не сделать одному, без божьей помощи, поддержки от друзей, не сокрушить под ноги сатану, а путает, проглотит семиглавый змей. На мой багаж и душу покушенье, неоднократный выстрел из засады, но случай не случайный, и я не стал мишенью. Потом откроется, как смерть шагнула рядом, потом узнаю. В этот день и час мои друзья о мне с огнем молились, ствол минометный истощил колчан, но от разрывов только сотни лилий. Мои помощники, незримые в ночи, сопровождайте же с любовью окружая, и потому мой голос не молчит, и потому я не от чресла рождаю. Спокойствием в постели окружен, слова все так же сочны, плодоносны, смущенье больше вижу светлых жен, а братьев мало. Их смерть до срока косит. Благодарю счастливый Иегову, боюсь в долгу остаться перед вами. Я ваши имена перечисляю снова и украшаю их похвальными словами. 9 августа 2004 год Игнатий Лапкин посвящается Татьяне Кузьминичной Капустиной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...